В начале прошлого лета бассейн уже был наполнен. Вокруг толпились люди, говорит директор санатория. А сейчас пустота. С ним уже разорвали контракты на июньские путевки более чем на 5 миллионов рублей. Чтобы в сезон не остаться без денег, пришлось выкручиваться. Поэтому теперь оздоровительный санаторий временно перепрофилирован в обсерватор. Мы сейчас и следом заключили договор с компанией, которая отправляет вахтовиков на север. И к нам сейчас отправили людей, которые готовятся к вахте и которым необходимо пройти карантин. То есть это не больные люди, это не контактные люди, это обычные, как мы с вами, товарищи, которые хотят работать, ездить на вахту, но им нужно пройти карантин. Сегодня здесь на карантине 120 вахтовиков. Возобновить работу в привычном режиме санаторий рассчитывает осенью. На господдержку профилакторий пока не надеется. Зимой в мертвый сезон остались долги за коммуналку. Пока они не погашены, поддержки не дождаться. Та же история у малого бизнеса. Например, без оборота остались батутные центры. А из-за долга по налогам государство ничем не может им помочь. Налоги еще остались. НДС никто не отменял. И аренда. К сожалению, здание старое и для его поддержки нужны деньги. И очень сложно. Арендодатель идет навстречу. Поэтому хоть бизнес стоит, двери закрыты, но аренду платить надо. Выход в таком случае – кредиты. У Максима Петрова их достаточно, но чтобы закрыть долг по налогам и претендовать на господдержку, ему придется оформить еще один. На этот раз через фонд помощи предпринимательству, как юрлицо. Но и в этом случае гарантии получения кредита нет. Критериев предостаточно. Что касается крупных промышленных предприятий, то немногие из них могут получить льготный кредит под 5% годовых. А государственную помощь они не получают вообще. Якобы крупное производство не пострадало от вируса. В процессе изучения находится вопрос признания легкой промышленности пострадавшей отраслью. В этом случае наши производители ткани, одежды и обуви смогут воспользоваться инструментами государственной поддержки наравне с другими пострадавшими видами деятельности. Чтобы бизнес получил госпомощь, ему нужно не банкротиться, сохранить штат, работать в отрасли больше года и оплатить все налоги. Несмотря на то, что многие не попадают под критерии и не получают госпомощь, по данным налоговой, к маю 2020 закрылось меньше 4000 ИП. В этот же период в прошлом году ликвидировано почти 5000 организаций. То есть малый и средний бизнес всеми силами держится на плаву, изучая новые формы заработка в своих сферах. И в первую очередь предприниматели рассчитывают только на свои силы. Полина Жданова, Алексей Фризин. День с толком.